Ладно. Чего-то больше бояться. Не говори. Фиксируем всё. Всё уносит на металлоприемку. Ребята, всем привет! Вытащил на улицу часть станка. И теперь не знаю, что с этим делать. Надо для начала наверное её отмыть. Отмывать буду водой со специальной химией. Химоза очень-очень жесткая. О, а что она почернела так сразу? Как так она могла почернеть вода? Ничего себе! Видно, она подзавонялась. Так вроде чистая. Да, в шланге завонявшаяся вода была. Давно не пользовался. Воды хватит. Теперь берем супер химию. Вот Женька койот приехал к нам. Он что-то показывает. Какие-то неприятные вещи. Но мы сейчас его заставим работать за это. Вы не переживайте. Столько химии хватит. Я много развел химию. Что? Как шестеренка вытаскивается вот эту? Давай быстро. Экспресс. Экспресс. Какая вот эта дрызка? Да. У тебя есть такая? Да. Вот она, видишь? Надо заказывать сразу пару. Хорошо. Зачем пару? Потому что она дрызкает. Да, она не дрызкает. Дрызкает. Это она дрызнула, потому что какая-то нагрузка была или что-то случилось. И причем такой свежий какой-то скол. Как будто я ее прям вот взял и сломал только что. А это вот этой химии ты можешь? Ну вот этой. Не узнаешь химию свою? Я хотел вас пригласить отстреляться в мою. Пойдемте отстреляемся, ладно. А что там такое? Тебе дать кричать? Снимать у вас можно на отстрел? Естественно. Видео пошли в формате каких-то вложек. Но это и прекрасно. Зато можно снимать большее количество видео, когда ничего не происходит глобального. Можно вот это снимать. А это интересно на самом деле. Да кого снять? Я и так подниму руками. Сам? Да. Руки вымажешь. Давай я сейчас возьму перчатку. Давай снимай тогда один раз. Такая пьянка. Что тут такого? Сейчас. Раз, два. Готовы? Да готовы вроде. Туда ее, да? Да, вот так вот. Рука с полосану. Какая тут классная шестеренка. Никогда таких не видел в жизни. Химия жесткая, ребята. Надо одевать перчатки, иначе может растворить руки. Я вам на полном серьезе говорю, это не как эпоксидка, что там что-то надо защищать. Как будто бы тут сразу эффект на лицо. Сразу руки начинают скользкие быть. Потом, когда высыхают, так вот сдирается кожа просто. Тонкий верхний слой. Мясо я не растворял пока что, руки еще. Короче, топим за безопасность, как обычно. Мало, мне кажется, я налил. Значит, мы сейчас вот так выльем часть. Пусть раскисает, тут все растворяется. И мы более плотную смесь сделаем. Процесс пошел. Уже все растворяет. Калапота какая! Ты видосик видел, как ходит суппорт у меня? Конечно. Вот я отшабрил. Смотрите, ребята, уже чего удалось достигнуть. Там под низом какая-то мега засохшая смазка. Слой такой нехороший. Она прям сухая. Такого светло-коричневого цвета. Но, тем не менее, потихоньку ее растворяет. Итак, ребята, немножко подготовил поверхность и теперь начинается интересное. Сейчас буду набрасывать плиту. У многих возникают вопросы, как же будет сохраняться геометрическая форма. То есть плоскость я вывожу, это все хорошо. Но как же с формой, с геометрией? Будет ли он работать под 90 градусов? Значит, смотрите, вот здесь по вот этому канту сохранился буртик. Он не использовался в работе. Да, я его немножко здесь уже подшабрил. Но я шабрил равномерно, ничего я тут не изменил. И по этому буртику я теперь буду ориентироваться, чтобы вот так не сделать ни туда, ни сюда. То есть буду стремиться вот здесь плиту прижимать в этом месте. И эта геометрия будет сохранена. Чтобы не увело этот крестообразный стол вот так, на вот этом ласточкином хвосте тоже есть аналогичная метка. Тоже можно по ней ориентироваться. Как бы здесь заметно, что как раз таки сточено на клин. То есть вон там есть характерная ступенька. Вот видите ее? А здесь ступеньки никакой нет. Она отсутствует. И соответственно здесь я буду шабрить больше. Вот здесь, в этом месте. Намазал плиту. Старался как можно жирнее мазать. Но что-то как-то не особо жирно получилось. Сейчас будем делать отпечатки. Надо сюда поставить на ребро. Вот. Давай-давай. Поддавливай. Вот. А теперь вот так перехватываемся. Я покидываю. Вот что получилось, ребята, после первого отпечатка по плите. Здесь естественно больше, жирнее. Потому что я сильнее прижимал. Но тем не менее видно, что и вот здесь почти везде берет. Начиная вот с этого края, заканчивая вот там. В принципе вполне естественно, что здесь есть пролысина. Потому что здесь была самая большая нагрузка, когда ходит стол. Здесь он оттопыривается сверху под собственным весом. А здесь идет прижим. И соответственно здесь пролысины такие. Подстерлась тут посильнее. Так как был кант, видите, по этому канту я и ориентируюсь. Здесь прижимал, чтобы все осталось в пределах допусков. Не знаю, какую точность мы получим. Но думаю, высокую. Вот это вот я шабрил, можно сказать, наугад. Сами видите, результаты неплохие. Почти везде берет. Вот эта направляющая вообще хорошо. Это тоже неплохо на самом деле. Шабрю в идеал. И потом шабрю вот этот ласточкин хвост, на котором нет клина. Ну а тот, что с клином, он в принципе остался точный и ровный. Потому что здесь ходит клин и изнашивается клин. Соответственно клин мы потом и будем уже ровнее. и погнали. Не балуюсь, довольно толстым слоем, чтобы меньше набросов плиты делать. Еще один самодельный инструмент испортился, ребята. Вот эта лекальная линейка, которая дает плоскость, которая позволяет меньшей кровью шабрить уже окончательно направляющие. Приходится ее восстанавливать. Немного вот такая она стала, к сожалению. Но сейчас уже все хорошо. Где-то часик времени убил на восстановление. Не знаю, что с ней случилось. Еще два месяца назад она была нормальная, а сейчас почему-то и скривилась. Может похолодало, поэтому она в зависимости от температуры имеет разную геометрию. Сейчас она вот такая. Как видите, пятен довольно таки много уже. Вот так хорошо видно. Еще немножко поработать, и можно будет пользоваться. Благо плита очень хорошая. Вот что получилось, ребята. Все. Думаю, хорошо тереть. Нормально. Отлично. Пятна есть. Надеюсь, друзья, вы поставите лайк этим пятнам. Намазал ласточкин хвост. И вот смотрите, как показывает линейка. В зоне большой выработки видно, что вообще не цепляет. Вот так и надо шабрить. И при таких условиях геометрия особо уйти не должна. Может на сотку какую-то там уйдет, на две. Ребята, я делаю такие вещи. Болид, формула 1, турбины и так далее. И мне никогда эта сотка на фрезерном не была нужна. На НГФ там десятка уходит. И то я делаю. Делал и буду делать. Не знаю, что вы там на своих станках делаете. Но турбину можно на таких станках, где сотка, две там плюс-минус гуляют. Можно делать спокойно. Ну что ж, на сегодня все, ребята. Пора идти домой. Кстати, смотрите, замочил вот так детали. Видите, как они бурлят в химии. Посмотрим, что получится на следующий день. Ласточкин хвост начал шабрить по маякам. Вычислил с помощью щупов, что просадка где-то на десятку. Более-менее точно вычислил плюс-минус сотку. Естественно, щупами не так просто это сделать. Я уже и так и так вычислял. Но пришел к выводу, что где-то с точностью плюс-минус сотку я измерил. И сделал точно такой же маяк вот здесь. Не знаю, видно нет, на десятку. И буду теперь шабрить, не трогая начало вон там. И так сказать, не трогая вот это место утопленное. Тоже на десятку его просадил. И всё, и по линейке, и по угловой буду шабрить. Можно даже вот здесь чуть-чуть больше просадить. Потому что, как показала практика, изнашивается больше всего вон там. И соответственно, если здесь просадить, то это какое-то среднее положение станет. То есть сначала будет на пару соток в одну сторону наклонено. И соответственно, немножко будет точность страдать в эту сторону. Потом выровняется станок. Будет по нолям давать точность. Ну а потом опять будет на ухудшение идти. То есть на ту же одну, две сотки, три. Когда там уже примется решение к следующему ремонту. Ну что ж, идем дальше. Попал в мастерскую. Хотел шабрить ласточкин хвост. Но что-то мне это как-то затея показалась не перспективная. Отложил пока на вечер. И занялся помывкой деталей. Снял насосик, кстати. Насос этот нужен для подачи смазки в направляющие. Весьма у него интересная конструкция. Не ожидал, что он такой довольно-таки сложный внутри. Вот смотрите, настоящий плунжерный насос однако. Конечно, систему смазки нужно будет полностью перерабатывать. Ибо вот эти трубки мне не очень нравятся. Какие-то они уж очень страшные. Все какие-то заплющенные. Да еще и выпадают. Мне кажется, насос способен выдавать высокое давление. Но явно эти трубки выпадающие это давление не могут переварить. Они просто будут выскакивать. Они там никак не держатся, ребята. Просто вставляются и все. Вот это мне совсем не нравится. Потихоньку начал извлекать уже отмытые, откисшие детали из химии. Потом промывать их вот в этом ведре. Вот примерно так, смотрите. Что-нибудь есть там еще? Что-то есть. Видите, шестеренки. Сразу раз, руку в это ведро надо быстро помыть, пока не начало разъедать. Потому что реально раз 10 вот так сделать и потом кожа такая... Гусиная кожа такая, сушеная-сушеная. А через пару дней уже слой отмерзшей кожи будет отслаиваться. Тут видно кое-где уже новая кожа. А сами основные детали приходится сушить, потому что внутрь попала вода. И я вот так возле печки накаляю их градусов до 50. Горячие. Рука так уже терпит на пределе. И надеюсь, вода из внутренних мест испарится. Задача усложняется тем, что по-прежнему в мастерской все в пыль. Но куда деваться, друзья? Идет строительство параллельно с ремонтом станка. Захотел показать вам, какой у меня мануал. То есть паспорт для станка. Вот видите, настоящий паспорт с техническим описанием. Это именно к этому станку. Видите, все везде расписано. Меня больше всего интересует кинематическая схема и схема сборки. Как оно потом все это собирается? Потому что реально я разобрал. Разобрал так, что уже не помню, как обратно собирать. Вот этот узел сейчас конкретно ремонтирую. Да, это довольно-таки жестко все запомнить. Ладно, буду продолжать шабрить ласточкин хвост. Оттягивать уже больше нет сил. Это очень важная процедура и нужно ее закончить. Все в краску вымазал уже. Хорошо надеваю перчатки. Как вспомню раньше, как шабрил, что руки не отмывались по две недели. Вот это было дело. А сейчас в комфортных условиях каких-то. Снял перчатки, руки чистые, все хорошо. Нашел еще одну самодельную линейку. Это покороче, но зато она шире. Тут направляющая довольно-таки широкая. Но эта линейка ее берет почти на всю ширину. Так как я все равно по маякам шабрю, можно пока ей воспользоваться. Как тяжело. Как же неудобно, вы бы только знали. Но я приноровился все-таки. Кручу-верчу в разные стороны, чтобы крест-накрест шабрить. И нашел такое положение рук, при которых адское усилие нажима идет. И хорошая точность позиционирования. То есть вот вокруг маяка я тут пляшу, но сам маяк не зацепляю. Его цеплять нельзя. После примерно 20 проходов решил остановиться на таком результате. Маяк вышабрился. На нем тоже стали образовываться пятна. Вот прямо по центру. Ну и там в конце в принципе всё более-менее нормально. А это, друзья, говорит о том, что очень скоро, примерно через полгода, станок будет полностью готов. Шучу, конечно. Постараюсь на пару дней быстрее сделать. У меня на этом всё. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Поддержите мои старания и вот эти вот шаберные страдания лайком. Всем пока! До новых встреч, друзья! До новых встреч! До новых встреч!